Привет, капитаны! В эфире MW Channel, канал, где изучают корабли. При теоретическом изучении параметров новой уникальной модернизации на Эльбинг в мире кораблей, у меня сперва создалось впечатление ее бесполезности. Ведь она увеличивает скорость Эльбинга на форсаже ценой занятия шестого слота, то есть скорости перезарядки главного калибра. А Эльбинг вроде бы не из тех эсминцев, которым надо куда-то торопиться, так как у него очень точные и дальнобойные орудия, которые сперком ведут огонь на 16 километров, причем даже на предельных дистанциях попадать очень комфортно. Эти орудия практически не ощущают расстояние, настолько они точны. Так что стреляешь себе с таких дистанций, на которых по тебе и без уникалки сложно попасть, и при таком геймплее ДПН явно важнее скорости. Однако на практике модернизация оказалась далеко не бесполезной. Здесь сразу отмечу, что в World of Warships она имеет несколько другие характеристики. Вот такие, то есть как бы более умеренная. Она не так сильно увеличивает скорость на форсаже и скорость поворота орудий, но зато и дает небольшой бонус к ускорению перезарядки главного калибра, а также не имеет штрафа ко времени работы форсажа. Это достаточно сбалансированный и тоже интересный вариант. Возможно, я ее покажу на практике в отдельном видео. А сегодня разбираем уникалку именно мира кораблей, которая получилась гораздо более экстремальная. Так вот, важно понимать, что она не только резко увеличивает скорость Эльбинга на форсаже, из-за чего он может разгоняться до примерно 49 узлов, но еще и очень сильно увеличивает скорость поворота орудий, аж на 200%. А у Эльбинга без уникалки как раз есть проблема слишком медленного вращения орудий, из-за чего при активной перестрелке башни регулярно не успевают за поворотом корпуса и приходится ждать несколько мгновений, пока они наведутся на цель, то есть корабль теряет в ДПМе. С уникалкой же башни вращаются очень шустро, и потери в ДПМ при маневренном бое не происходят. И за счет этого реальный ДПМ эсминца с новой уникалкой в ряде ситуаций внезапно становится не только не меньше, но порой даже и больше. То есть скорость перезарядки главного калибра стала меньше, но за счет того, что башни быстрее доворачивают на цель при маневрах, не происходит потерь времени на ожидание поворота орудий. Конечно, если Эльбинг просто стоит в дымочках и постреливает, то новая уникалка уменьшает его ДПМ. Вот только такой настрел из дымочков не очень-то сильно влияет на результат боя, в отличие от активного маневренного боя. И в нем как раз очень помогает новая уникалка. Так как Эльбинг становится очень быстрым, что позволяет как сокращать дистанцию, в том числе уверенно догонять почти любые цели, так и разрывать ее в случае необходимости. А попасть по маневрирующему Эльбингу становится достаточно сложно. Он же на скорости будет поливать, не испытывая проблем с доворотом башен. В общем, в тактическом плане скорость – это огромный плюс для любителей активной игры. Мне раньше Эльбинг при всех своих достоинствах казался несколько скучноватым как раз из-за его медленной скорости и тугих башен. И уникалка эффективно как раз и решает две основные проблемы этого корабля. Время работы Форсажа даже со штрафом можно разогнать до 103 секунд, что немало. А через 114 секунд уже будет готов новый Форсаж. В итоге довольно быстро я ощутил, что мне очень нравится эта новая уникалка, и я уже не хочу ее снимать. Крейсер врага потоплен. Но только если без нее Эльбинг еще иногда точат перком в инвиз, хоть ему это вовсе и не обязательно, то с уникалкой уже надо тратить перки не на маскировку, а на увеличение ДПМ, потому что мы лишаемся модернизации на ускорение перезарядки главного калибра. Вот как-то так. Очень интересно играется Эльбинг с этой уникалкой, чем-то напоминает мой любимый Клибер. Кстати, с этой уникалкой Эльбинг еще и классно пикирует, так как боеспособности вагон, и на скорости 49 узлов он вполне успевает доехать до броска торпед в упор и не потерять при этом слишком много боеспособности. Но это, конечно, уже крайний случай, так как основная тактика Эльбинга – это все-таки настрел с дистанции. И повышение скорости позволяет делать это более дерзко и интенсивно, а также еще более жестко контрить эсминцы, так как им убежать от нас становится еще сложнее, так же, как и нормально по нам попадать на нашей скорости. А башни у нас вращаются шустро, что особенно важно в перестрелках на коротке. Вот тут перестрелки с Сантандером я, конечно, слишком обнаглел, за что и поплатился. Надо было перестреливаться с ним, развернувшись кормовыми орудиями и маневрируя. Тогда я бы почти не получил урона. А так, почти всю боеспособность потратил на перестрелку с ним, что потом не позволило затащить катку, когда союзники решили ее слить. Так что не попадайте в такие ситуации. На Эльбинге лучше перестреливаться из положения на отходе, так как у него две кормовые башни. И в целом у меня создалось ощущение, что с новой уникалкой Эльбинг набивает урона больше, чем без нее. Так как лучше успевает подходить на те позиции, из которых можно набивать урон, меньше теряет времени на долгие переходы, но в активной перестрелке нет потерь времени на ожидание до ворота орудий. Так что я не скажу, что новая уникалка прям однозначно делает эсминец лучше, чем без нее. Все-таки это зависит от тактики боя. Но для активной игры и серьезного влияния на бой она подходит лучше. Я себе такую возьму. Но вам, надеюсь, теперь будет проще принять свое решение, и в ответку вы не забудете поддержать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok